Дорогие Дима и Лена, мне очень понравился ваш танец. Леночка, ты побывала в трёх видах. Три жены воплотила в жизнь на льду, я так понимаю, правильно? Да, три жены. Все были, но все жёны не понравились Диме. Пришлось что-то делать. Как сегодня супруг? Как всегда, красота. На голове мне должно быть вот это. Дима, ты пожури. А не вот это. Коля, дело в том, что у Димы Билана в школе была такая схема обольщения девочек, когда он хотел завоевать расположение какой-то девочки, он просто подходил к ней и начинал петь. У тебя была такая схема? В школе? Я ещё о девочках не думал. Тогда расскажи, о чём же ты думал в школе, Николай? Как обольстить учительницу и закончить четверть на пятёрке. Перспективный парень, Рост. Вот куда эта дорога привела Колю. Я думаю, очень правильно. Но поддавался Баскову, видимо, только физкультурник. Ну, как раз в физкультуру я не ходил, у меня была справка. Клара, вы очень внимательно следили за этим номером. Какие эмоции он у вас вызвал? Мне так понравилось. Я не ожидала... Ну, Леночку, понятное дело, что я на льду видела много раз, мне это нравится. А Диму я никогда не ожидала увидеть таким. Дима замечательный артист. И Дима так хорошо передвигал ногами. Всё остальное передвигалось незаметно, с широкими штанами просто. Дима, это только вам, Илленье. Почему? Если честно... Клара была в очках, я свидетельник. Клара, у вас какое-то заколдованное место. Вот кто там сидит, всё время говорят хорошие слова. Спасибо большое. Пожалуйста. Его кто-то заколдовал до меня, это место. Спасибо вам, спасибо замечательно. Коля Басков насидел, он первый на этом месте сидел. Дима, шутки шутками, но я хочу вам, знаете, что сказать, как профессионал, что... Как женщина. Да. Что для всех трёх своих жён начали драться, видели, да? Нет, это они по рукам ударили. Удачная шутка просто. Говорите. Вы для всех своих троих жён, трёх жён, нашли абсолютно разный текст. Потому что вы уже имеете возможность делать совершенно разные посылы, выражать свою любовь или заинтересованность средствами фигурного катания. Если вы помните свои первые шаги, то у вас был небольшой набор. Я думаю, что для трёх девушек не хватило бы. Поэтому сейчас вот просто, просто опять эти два мне на нервы действуют. Набор подрос. Я хочу сказать, что вы просто стали замечательно двигаться. Вы правда так хорошо катаетесь, что вообще... Елена Анатольевна, заберите его в Олимпиаду к себе. Я с удовольствием, что вы... Пускай теперь ещё привезёт нам золото с Олимпийских игр. Коля, кто ж от такого откажется? Коля, ты не раз воплощал в Большом театре образ в челме, если я не ошибаюсь, правильно? Да, это моя любимая вещь. Как тебе восточный прикид Димы Билана? Ну, не очень. Недорогой. Прикид не очень. Наконец-то слово критики в нашем вечере. Ну, давай, режь его. Ну, я специально, вот когда он выехал, я сказал, давайте сегодня не будем его ласкать, давайте поставим что-нибудь построже. Так, начнём с четырёх. Не знаю, мы его, Коле, никогда не ласкали. Всё-таки вы жестокий, Николай, нет, чтобы подойти и поласкать человека? Это мы отдаём право вам. Хорошо, я буду первый. Я буду первопроходцем, завидуйте мне. Не думай. Брейк. Каждый раз я пытаюсь какой-то найти повод, чтобы поругать Диму и сделать что-то, поставить какую-то нехорошую оценку. Но у меня не получается, потому что Господь Бог так одарил его. Я поражаюсь твоей координацией, я поражаюсь твоему умению собраться и желанию выучить что-то новое. Это серьёзно очень тебе говорю. Хотя прикид мог быть лучше. Спасибо, Коля. Продолжаем двигаться слева направо. Игорь Бобрин, в последнее время, по-моему, Игорь, если я не ошибаюсь, вы довольны их успехами. Мне очень понравилась программа, понравилось всё, включая костюмы и вот этот антураж небольшой, который здесь был выстроен. Но всё-таки была допущена одна ошибка, чисто техническая, за которую, кстати, к Диме я, может быть, не предъявил бы больших претензий, а лень бы высказал своё «фэ», как говорится, потому что ты должна выкручиваться и с любых, Лен, ситуации и должна делать элемент. А в остальном, то, что делал Дима сегодня, было в 10 раз лучше, чем даже он делал на хороших прокатах, на репетициях. Спасибо, Игорь. Жень, ты пропустил, по-моему, одну программу, тебе не было? Пропустил две. Даже две. Как прогресс этой пары Лена Бережная и Дима Белар? Дима, правда, прибавил. Сегодня я видел, когда они начали делать свой номер, делали сумасшедшие шаги. И это было параллельно. Для меня шаги – это очень важно. Ну, то, что Лена там не исполнила элемент, ну, ничего страшного. Я думаю, что перекидной он и заведомым был. Спасибо вам за критику, да, должна была сделать. Да, ну, Лен, что позвольте перебить, потому что дело в том, что, во-первых, вы ещё не посмотрели повтор. Во-вторых, видимо, так кричит твой ребёнок, да? Это же твой ребёнок кричит. И я хочу представить твоих родных и близких. Это мама твоя, Татьяна Ивановна, да? И сын Тристан. Вот сегодня семья Бережной пришла её поддержать. Татьяна Ивановна, мы хотим услышать ваш голос. Нам с Тристаном очень понравилось. Особенно ему. Я слышал, как он визгливо реагировал на это всё. Да, а сын вообще её кричит до сих пор, что мама лучше всех. И Дима очень хорошо сегодня скатался. Спасибо огромное. В чём, Леночка, какой у тебя спокойный ребёнок. Вот я обратил внимание, что он совершенно спокойно реагировал, не пугался людей. И только мама твоя его изредка трясла, чтобы он издавал какие-то звуки. И то, если бы она не устраивала такое мелкое землетрясение под ним. Он же на зуб попробовал всё, в микрофон. Как ты сказал, невкусный. Ну, дорогие друзья, как говорится, в семье не без комментатора. Вот мы сейчас этого комментатора вместе с повтором услышим и увидим. Итак, вот посмотрите. Начало выступления. Я всё ждал, когда же Билан начнёт подбрасывать бананы, арбузы. Шаги великолепные. Великолепные элементы демонстрирует Бережная. Я не согласен, что она, кстати, допустила здесь ошибку. Всё это было запрограммировано. Смотрите, какая великолепная поддержка. Ну, а сейчас перед этим танцем ощущение складывается, что он сел на муравейник. Таким разнообразным, таким готовым, таким энергетически подкованным мы Билана не видели давно. Я считаю, что это было просто потрясающее выступление. Что не поддержка, то открытие мирового фигурного катания. И не случайно члены жюри все зрители, разденув рты, смотрят на это. Посмотрите, здесь элемент мопед имени Бережной. Бережной, как он едет. А вот этот прыжок просто войдёт в анналы нашей передачи. Это было действительно сногсшибательно. Не могу остановиться. Боже, шум ты мой. Жаркие споры вызвал повтор у самих Димы и Елены, потому что они обсуждали, что было возможно, что невозможно. Посмотрим, будет ли единогласие в стане нашего уважаемого жюри. Я, как никто другой, знаю, что невозможно и возможно. И первой голосует дебютантка нашего жюри, народно-артистка Хлорновикова. 6-0! Идём по порядку. Николай Басков. 6-0! Елена Анатольевна Чайковская. 6-0! Народный артист Николай Цискоридзе. 6-0! Игорь Бобрин, прославленный. 6-0! И... Евгений Плющенко. 6-0! Общий балл феноменален. 36! Подлинный успех этого дуэта. Дима Билан от восторга издавал клич Майкла Джексона. Остается только проводить Диму Билану с его тремя женами в лице Елены Бережной. Кем только не был Виктор Логинов, зарабатывал он для семьи и шахтёром, и экскурсоводом, и строителем, и арт-директором.